Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Иван Сущев, и данный курс посвящен решению задач по квантовой теории. Вообще, квантовая теория — это годовой лекционный курс, в котором предусматривается итоговая отчетность экзамен. Поэтому за основу материала для этого видеоролика будут взяты именно лекции, а именно лекции Павла Вячеславовича Елютина, и данный курс будет нацелен на подготовку к экзаменам именно его потока. То есть будут разобраны все задачи из демонстрационного файла для подготовки к экзамену. Но на самом деле, по результатам просмотра этого видеоролика, мне бы хотелось, чтобы все те, кто его просмотрели, были готовы не только решить все задачи к экзамену, но и также были способны спокойно ориентироваться в курсе и решать все задачи к зачету, контрольному из домашних заданий и так далее. Для начала пару слов о том, что вообще собой представляют задачи к экзамену. В билете присутствуют две задачи. Одна простая и другая посложнее. Простая задача представляет собой некую задачу на общую эрудицию в квантовой механике. Как правило, там нужно что-то решить основой столько на размерность величин. Вторая задача уже посложнее. Там, как правило, нужно уже что-то решать, используя там вот аппарат квантовой механики. Вот мы разберем и первые задачи, и вторые задачи. Но будем действовать последовательно, ориентируясь скорее по темам. И начнем мы с первой темы, которая посвящена масштабу величин в квантовой механике. И первая задача, вы ее видите на экране, посвящена масштабу силы. Необходимо оценить характерный масштаб силы в атомной системе единиц. Ну, то есть выразить через заряд электрона, массу электрона и постоянную планку. Поскольку нам необходимо найти силу, логично, что нужно ориентироваться на второй закон Ньютона. Масса, нам известно, это будет просто масса электрона. Нужно как-то выразить ускорение. Ну, ускорение это известно, что размерность длины разделить на размерность времени в квадрате. Вот. И ориентируясь, например, на осцилляторную модель, как это выражается у маятника и любого осциллятора, мы знаем, что это будет просто расстояние умножить на частоту в квадрате. Поэтому мы можем здесь смело сказать, что ускорение будет пропорционально некому характерному масштабу длины умножить на частоту в квадрате. Масштаб длины, понятно, откуда взять. Это будет известная физическая константа, а именно Боровский радиус. Его можно вычислить, просто подставив значение этих констант. Ну и необходимо знать, что эта величина, она примерно составляет 0,53 ангстрема. Вот. Это нужно знать. Откуда взять частоту? Ну, вообще, частоты можно выразить через энергию. Ну, вы знаете формулу H-омега равно энергии. Можно просто отсюда же оценить характерный масштаб частоты. Вопрос в том, откуда взять энергию. Ну, вы тоже наверняка знаете из курса атомной физики, что энергия, она примерно выражается, примерно соответствует по масштабу такой величине, как Риттберг. Где Риттберг тоже, это физическая константа, выражающая через то, что нам нужно. Давайте ее запишем. Здесь надо не забыть двойку, не очевидно, что она есть. И она, в свою очередь, примерно равна 13,6 электрон-вольт. Вот. Ну, и это все можно поделить на постоянную планку, получим частоту. И что нам остается? Остается все это подставить. Здесь ставим Боровский радиус. И здесь ставим Риттберг в квадрате разделить на постоянную планку. То есть, я в квадрате, и я уже пойдет в восьмую степень. Здесь возникнет четверка. H возведется в квадрат, будет в четвертый. И еще вот это H возведется в квадрат, будет H в шестой. Массы сократятся. Постоянная планка здесь изменится, степень. И заряд электрона тоже сократится. Ну, что у нас останется? Останется масса в квадрате. Заряд электрона в шестой степени. И четыре постоянной планка в четвертой степени. Ну, на самом деле, для решения этой задачи до конца необходимо знать, чему конкретно равны эти константы. Давайте их здесь отдельно выделим, чтобы вы их запомнили. Это заряд электрона. В смысле, масса электрона, заряд электрона и постоянная планка. Обращаю внимание, что эти значения необходимо знать в системе величин Sgse, которые здесь используются. В частности, заряд электрона будет выражаться как 4,8 на 10 минус десятой единицы Sgse. Масса электрона будет выражаться как 9,1 умножить на 10 минус 28 граммов. И постоянная планка будет выражаться как 1,054 умножить на 10 минус 27 erg умножить на секунду. Давайте это обведем в рамочку, как важный факт. И окончательно подставив это в формулу, мы можем посчитать. Вот я это предварительно сделал, можете меня проверить. Получится, что это равно примерно на 10 минус 3 дин, опять же выражая через единицы Sgse. Ну или, что в свою очередь, можно выразить через ньютоны, если удобно. И будет равно 10 минус 8 ньютонов. Во второй задаче необходимо оценить характерный масштаб энергии. Но обратите внимание, что здесь речь идет уже не об атомной системе единиц, а об ядерных процессах. Поэтому здесь масштаб будет несколько иной, выражаться через другие константы. В частности, как вы видите в условии, здесь необходимо использовать размер ядра, который выражается как 1,25 на 10 минус 33. А мы положим равные единицы для размерности сантиметров. Вот. И также будем использовать уже массу не электрона, а что важно, массу протона, которая примерно в 2000 раз больше, чем масса электрона. Вот. Постоянная планка останется. Вот. Как мы здесь можем действовать? Если нам дана постоянная планка как некий ориентир, что она вообще выражает? Она выражает величину действия. Будем считать, что характерная величина действия в системе, о которой у нас сейчас идет речь, она как раз таки выражается в постоянной планке. Вот. А вспомним, что вообще такое действие в физике. Это величина по размерности, равная моменту импульса и прочим величинам. А момент импульса, если вы помните механику, выражается как импульс на размерность длины. То есть можем считать, что постоянная планка пропорциональна некому импульсу, характерному для этой системы, умножить на какой-то характерный для этой системы масштаб, который, собственно говоря, нам дан. И что мы тогда можем получить из этого? Можем просто выразить импульс. А импульс, считая, что в неком приближении, что система у нас все-таки не релятивистская, можем считать, что мы знаем какую-то характерную величину для кинетической энергии P2 на 2m, как вам известно. Но двойку не будем ставить, потому что здесь все равно речь идет об оценке. Поэтому будем считать так. Что мы получим? Получается, что вместо P подставляем H на R, возводим в квадрат, получаем такой ответ. Ну, опять же, необходимо довести здесь до численного значения, потому что, скорее всего, это попросят на экзамене или зачете. Поэтому здесь опять давайте сконструируем такую табличку, чтобы она была явно выделена. Это нам дано. Дальше масса протона. Это тоже табличное значение, которое равно 1,067 на 10 минус 24 граммов. Ну и постоянная планка, она, как и в прошлой задаче, 1,054 на 10 минус 27 эрк в секунду. Вот, давайте обведем. И тогда, подставив эти числа в эту формулу, мы можем получить ответ. Я тоже это заранее сделал. У меня получилось 43 на 10 минус 6 эрк. Ну и опять же, если удобно, можете выразить через джоули, электрон вольт, и там, надеюсь, что способы перевода вам известны, но это окончательный ответ. Перейдем к третьей задаче. Она уже, на мой взгляд, поинтереснее, потому что посвящена конкретному физическому эффекту, а именно эффекту Комптона. Вы наверняка с ним знакомы из ядерной физики, но там речь шла, как правило, о рассеянии рентгеновских фотонов, ну или еще более жестких фотонах на свободных электронах. Здесь же в условии явно сказано, что необходимо найти... необходимо исследовать процесс для видимого фотона, что на самом деле очень важно в рамках этой задачи. Сейчас я поясню, почему. Если вы посмотрите обычное решение, которое есть во всех учебниках по атомной ядерной физике для эффекта Комптона, то вы увидите, что оно решается с помощью неких формул из теории относительности, используя инвариант, связывающий энергию, импульс и массу. Здесь этого делать не нужно. Сейчас я покажу, почему. Для этого необходимо оценить масштабы энергии, характерные для данной задачи. У нас что есть? Есть фотон и есть свободный электрон, который получит кинетическую энергию. То есть у нас есть два масштаба, две какие-то энергии. С чем мы их можем сравнить? Мы их можем сравнить, понятно, с энергией покоя электрона, которая была изначально, и понять, вообще у нас релятивистские случаи или нерелятивистские случаи. Можем ли мы, например, пользоваться просто формулой для кинетической энергии P2 на 2m. Давайте это проделаем. Вот. У нас так выражается энергия для фотона. И мы с вами знаем, что для видимого фотона частота, она, ну, примерно 10 в 15 секунд минус 1. Вот. И постоянную планку мы с вами тоже знаем. Я писали уже два раза сегодня. Поэтому можем сказать, что для фотона, давайте здесь индекс F можем сделать, это будет пропорционально, во-первых, постоянной планки, то есть 10 минус 27, R к секунду и частота 10 в 15 у нас примерно по порядку. Отсюда мы получаем, что масштаб энергии фотона в данной задаче где-то, ну, 10, складывая эти числа, получаем 10 минус 12. Ну, речь идет о Бергах. Что мы можем сказать про энергию покоя электрона? Она выражается как mc квадрат. И подставляю сюда массу электрона, которая у нас тоже присутствовала в предыдущей задаче. Там, если вы помните, было 9 на 10 минус 28, ну, что примерно можно оценить как 10 минус 27. Ну, и скорость света, понятно, это 3 на 10 в десятой сантиметров в секунду. Это возводится в квадрат, и получаем, что здесь будет 20 степень, тройка в квадрате тоже даст одну еще степень, 21 минус 27 получится 10 минус 6. Ну, и вы видите, что насколько эти масштабы энергии разные. То есть, насколько энергия фотона меньше массы покоя, энергии покоя электрона. Это говорит о чем? Это говорит о том, что та кинетическая энергия, которую получит электрон, она в любом случае будет маленькая. И считать, что электрон — это релятивистская частица, в данной задаче нет смысла. Мы можем просто использовать формулу для кинетической энергии как p квадрат на 2m, что нам упростит выкладки. Ну, и давайте, собственно говоря, эти выкладки произведем. Для этого напишем просто закон сохранения энергии и закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии, он выглядит следующим образом. Был фотон с какой-то энергией, он часть своей энергии сообщил электрону и отлетел, будем считать, что он назад. Получается, что в таком случае вот эта разница энергии фотона, она вырастет просто через изменение частоты фотона и отдаст свою часть энергии в кинетическую энергию электрона. То же самое произойдет с импульсом. Здесь давайте для начала напишу аккуратно через векторы. Но для того, чтобы понять, как это правильно все-таки написать через сколяр, давайте нарисуем рисунок. Что у нас было? У нас был сначала фотон налетал на электрон. Соответственно, изначально волновой вектор, ну то есть импульс фотона, был направлен в эту сторону. Электрон, считаем, что покоился. И во второй ситуации электрон полетел куда-то туда, получил, соответственно, импульс, направленный в эту сторону. И при этом фотон, наоборот, обратился назад. То есть его волновой вектор, давайте здесь обозначим у К0, здесь будет просто К, стал направлен в противоположную сторону. Соответственно, проекция пойдет со знаком минус. И дельта К будет выражаться как минус на минус, то есть будет плюс. И давайте еще для этой задачи сделаем допущение, что энергия изменилась, энергия, ну и импульс тоже, у фотона изменились не очень сильно. То есть К0 примерно равно К, энергия, омега 0 примерно равно омега. Благодаря этому мы сможем просто дельта К выразить как К плюс К0, а К0, положив равным К, просто как 2К. Давайте это запишем. Давайте запишем чисто второе уравнение. Сюда подставляем тогда 2К, и это равно уже скалярной величине. Теперь мы, выразив импульс, можем его просто подставить в эту формулу. И что мы тогда получим? Получится H Δ омега равно H в квадрате на 4К в квадрате разделить на 2М. Здесь можно воспользоваться следующим. Просто дисперсионное соотношение взять в расчет, то есть домножить на С в квадрат и разделить на С в квадрат. Здесь получаем МС в квадрат красивую величину. Здесь получаем К на С, то есть, пользуясь дисперсионным соотношением, про которое я сказал, можем написать, что это равно омега в квадрате. Вот. Что нам это даст? На самом деле, неспроста здесь получилась омега в квадрате, потому что, как вы видите, по условию нужно найти изменение длины волны, а если вы вспомните оптику, то изменение длины волны, оно особым образом выражается, через изменение частоты. То есть, давайте это вспомним. Δλ, это понятно, 2πс на единицу омега минус омега 0. вот, просто для начала приведем к общему знаменателю, то есть, будет омега 0 минус омега, и это разделить на омега 0 омега. Мы положили омега 0 и омега примерно равными, поэтому давайте заменим это на просто квадрат. Здесь будет просто омега в квадрате, а здесь будет дельта омега. И что мы видим? Именно эту величину мы, благодаря этой формуле, можем здесь выразить. То есть, для того, чтобы получить Δλ, нам нужно выразить вот эту вот дробь, то есть, она будет равна, здесь сократится постоянная планка, и видно, что перенеся это сюда, получится как раз то, что нам нужно. 2πс и сюда подставляем h. Здесь тоже это сократится, превратится в двойку. То есть, давайте сюда ее подставим. 2h. Это все, что останется в числителе, и в знаменателе будет mc2. Ну и проведя еще небольшие манипуляции, получим 4πh. на mc. Если опять подставить сюда константы, выписанные в первой задаче, мы получим, что это равно примерно 4,8 ангстрема. Ну, в задаче требуется еще найти изменение импульса, а вернее, изменение скорости электрона. Ну, для этого нам надо просто выразить импульс и разделить его на массу. То есть, давайте напишем. А импульс откуда можно взять? Ну, проще всего, наверное, из этой формулы. Ну, давайте умножим на скорость света и разделим, потому что частоту выражать понятнее как, нежели волновой вектор. Вот. Это импульсы еще делим на массу. Ну и что мы получаем? Здесь сверху мы получаем характерный масштаб энергии для фотона. Это мы с вами увидели уже примерно 10 минус 12 эргов. Ну, и константы mc тоже можно подставить. И окончательно здесь получим, что это примерно соответствует 10 в пятый сантиметров в секунду. Задача 4 посвящена нахождению атомного масштаба электрического сопротивления. Некая абстрактная величина, но, тем не менее, из тех единиц, которые нам даны, мы тоже можем ее выразить. Ну, если речь идет о сопротивлении, логично предположить, что нужно опираться на закон Ома. Давайте его напишем. Вопрос, откуда взять напряжение и ток? Ну, тоже можно действовать по размерности. Мы с вами знаем, что напряжение это разность потенциалов, вот, а потенциал это напряженность поля, домноженное на размерность длины. То есть, давайте это прямо в этой формуле будем писать. Это напряженность. Множить на размерность длины. Размерность длины, вы помните, у нас была, выражалась через Боровский радиус. А силу тока пока напишем вот в таком абстрактном виде, как просто производная от заряда, что тоже мы с вами помним, как выражать. Мы уже выражали производную от просто расстояния, домножив на частоту. Здесь мы делаем то же самое. И вспоминая, что характерный масштаб заряда у нас, это просто заряд электрона, то получаем следующее. Получаем просто электрон на частоту. Здесь напряженность, которую тоже выразим через закон кулона, очевидно. E разделить на А0 в квадрате, умножить на А0. Вот, ну и что мы получаем? Получаем, что видно, заряды электронов сокращаются. И Боровский радиус тоже сокращается. У нас остается только единиц разделить на оставшийся Боровский радиус и частота. Вопрос, откуда взять частоту, ну это мы с вами помним, мы уже выражали в какой-то задаче. Для этого нужно поделить характерный масштаб энергии на постоянную планку. А у нас характерный масштаб энергии это Риттберг, поэтому здесь будет H на А0 на Риттберг. Ну и осталось лишь подставить значение Боровского радиуса, значение Риттберга, и мы все выразим через необходимые константы, но в принципе можно уже и так посчитать. Ну, давайте подставим. этаж. Ну и теперь сокращая все, все, что нам не нужно. Получим следующее. Мы с вами видим, что получилась величина вообще не зависящая от массы электрона, что достаточно интересно. Вот, но при этом давайте оценим ее численное значение. Опять же, подставляя значение из таблиц, можем получить, что это примерно равно 10 на 10 минус 9 неких единиц сопротивления СГСЭ, которые даже не имеют определенного названия. Вот, поэтому удобнее, наверное, выразить это в Омах. Ну, если посмотреть таблицу перевода из СГСЭ в Омах, то можно увидеть, что это примерно равно тоже примерно равно на 10 минус 20 Ом. Вот, то есть такой вот достаточно малый масштаб сопротивления у нас получился. И последняя группа задач в этом блоке посвящена оценке именно конкретной физической величины, именно действия. В лекции Павел Вячеславович отмечает, почему это важно, какой смысл это несет для квантовой механики, поэтому советую вам обратить внимание на его первую лекцию. Ну, и к тому же в конспекте его лекции эти задачи в принципе решены. Но я здесь для полноты их тоже решу. Конкретно пятая задача посвящена оценке характерного масштаба действия в молекуле азота. Ну, для этого здесь нужно воспользоваться во-первых, той формулой, которую я уже писал, помните, там с импульсом, моментом импульса, чтобы получить выражение связь энергии и величины действия. Ну, и также здесь нужно правильно подобрать константы, которые войдут в эту формулу. Ну, давайте несколько вспомним. Как вы помните, там было написано что-то такое, там был момент импульса, то есть импульс умножить на размерность расстояния, и это было пропорционально у нас постоянной планке. Но в данном случае мы не будем писать постоянную планку, потому что мы, наоборот, хотим оценить масштаб действия в этой системе. Вот. И наоборот, там мы выражали энергию через импульс, а здесь мы выразим импульс через энергию. То есть, написав p квадрат на 2m пропорциональной энергии, вот, ну, двойку уберем, мы можем сказать, что энергия равна, вернее, импульс равен корню из массы умножить на энергию. подставляя это сюда, ну, легко видеть, что масштаб действия можно оценить как просто корень из м е на r в квадрате. Ну, этого недостаточно, чтобы решить эту задачу. Нужно понять, чему, собственно говоря, равны все эти величины. Ну, давайте подумаем. Конкретно сказано, что это молекула азота. В азоте 7 протонов, 7 нейтронов. И, соответственно, считая массу протона примерно равной массе нейтрона, понятно, можно оценить массу как 14 масс протона. массу протона у нас, я ее уже выписывал, просто можно сюда ее подставить. Важно помнить, что она примерно в 2000 раз больше, чем масса электрона. И спойлер, именно здесь это приведет к тому, что масштаб действия здесь будет больше, чем постоянная планка, потому что масштаб действия с постоянной планкой получается, когда используется величина, равная массе электрона. При этом энергия здесь она на самом деле адекватно оценивается как примерно равная Риттбергу, поэтому можете не запоминать там таблицу всяких непонятных физических величин, можно ее здесь положить как Риттберг, но вообще по правильному нужно брать так называемую энергию диссоциации атома, молекулы, вернее, азота, потому что она состоит из двух атомов. Вот, и поэтому чтобы эти атомы разнести на бесконечность нужно сообщить энергию, которую можно посмотреть просто в таблице, она равна примерно 9,79 электронов вольт. Вот, соответственно масштаб расстояния здесь тоже можно оценить на самом деле как Боровский радиус, но опять же если быть дотошным, то можно подставить точное значение длины, можно сказать, длины связи в молекуле азота, которая равна на самом деле чуть побольше, чем 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 Боровский радиус и равна примерно 1,1 на 10-8 сантиметров. Подставляя всю эту формулу, на самом деле нам не нужно получить именно число, нам скорее больше хотелось бы получить сколько это в масштабах постоянных планка получается, можно получить, что это примерно равно 200 постоянных планка. На самом деле эту задачу можно было вообще решить сразу устно в голове, понимая, что здесь все, масштаб всех величин примерно одинаковый, как и в атоме, только масса электрона заменяется на массу протона. Ну и зная, что она в 2000 раз примерно больше, чем масса электрона, плюс понимая, что у нас где-то с десяток протонов будет присутствовать в системе, мы получаем, что величина действия будет в корень из 20000 раз примерно больше, чем постоянная планка. Ну и мы там, соответственно, извлекая этот корень, получаем вот какую-то соразмерную единицу, вот, и таким образом получаем большую величину действия. Задача номер 6 посвящена абсолютно тому же самому, но здесь речь идет уже не о масштабах в молекуле азота, а речь идет об альфа-распаде. Вот, и здесь дана энергия альфа-распада 5 мегаэлектрон в вольт, и, соответственно, просто нужно подставить другие константы в ту же самую формулу. Я ее напишу еще раз. S у нас было пропорционально корню, там была масса, была энергия, и квадрат расстояния. Ну, массу мы должны подставить, логично, массу альфа-частицы, то есть 4 массы протона энергия нам дана. Единственное, что непонятно, откуда взять здесь длину. Для этого нужно вспомнить вообще, как протекает альфа-распад. Если вы помните, это туннелирование через некий потенциальный барьер. И характерный масштаб длины этого потенциального барьера как раз в этой формуле и стоит. Как его оценить? На самом деле, очень просто, нужно лишь воспользоваться законом Кулон. Это туннелирование произойдет, когда масштаб энергии будет соразмерен, ну, возьмем случай, когда он равен, с просто энергией, с кулоновской энергией в данной системе. То есть это будет здесь заряд альфа-частицы равен двойке, поставим ее сюда, и заряд самой частицы, самого ядра, который распадается, возьмем Z. Ну, и домножить это на заряд электронов в квадрате и разделить это на соответственно масштаб равный R. Ну, вот именно отсюда мы R и сможем выразить. Получаем, что R будет равен просто 2Z E в квадрате на E. ну, и это можно подставить в эту формулу, видно, останется только энергия, заряд электрона и масса, и, ну, я не буду сейчас заниматься подсчетом, я эту оценку проделал, получается примерно равно 36 постоянных планка. Опять же, нам интересен масштаб относительно постоянной планки, потому что именно она определяет величину действия в квантовой механике. Последняя задача из этого блока, она уже чуть-чуть похитрее, она посвящена некой связи между квантовой механикой и теории гравитации, а именно предлагается оценить масштаб длины в планковской системе единиц, ну, то есть, используя гравитационную постоянную скорость света и постоянную планку. Ну, на мой взгляд, здесь проще действовать следующим образом, выразить энергию всеми способами, которыми мы только можем, и дальше оттуда выскоблить именно длину. Давайте это и сделаем. Ну, для начала напишем формулу энергии, которая у нас была в прошлых задачах, то есть, это просто масштаб действия разделить на массу и разделить на масштаб длины в квадрате. Вот. Но, помимо этого, мы можем написать еще две формулы для энергии. Это, во-первых, E равно mc квадрат и, во-вторых, гравитационная энергия, то есть, что-то такое. И, соответственно, мы должны приравнять все эти формулы и видно, что, как это получится тогда выразить длину. Ну, давайте это проделаем. На мой взгляд, проще всего приравнять первую и вторую и вторую и третью и давайте посмотрим, что получится. Отсюда что можно сделать? Можно выразить массу. видно, что масса будет в квадрате, постоянная планка, длина c, все будет в квадрате и просто взяв корень мы получим, уже избавимся от квадратов, получится просто постоянная планка c, l. Такая красивая формула. И возьмем теперь вот эту пару скратив одну массу, опять же выразим массу, получим lc квадрат разделить на гравитационную постоянную. Теперь давайте приравняем вот эти две величины. Ну и соответственно сразу видно, что можно выразить уже длину, просто перенеся ее в левую часть. Что мы тогда получим в правой части? Здесь останется постоянная планка разделить на скорость света отсюда. И из этой формулы подставляя сюда получим гравитационную постоянную разделить на скорость света в квадрате. Вот. поскольку l перешло в левую часть отсюда тоже, то l будет в квадрате. Ну и окончательно можем, просто извлекая квадратный корень, получим g h на c в кубе. Подставляя сюда численные значения, тоже, ну не буду уже выписывать гравитационную постоянную, вот просто подставлю окончательный ответ. Получилось 1 на 61 на 10 минус 33 сантиметров. Ну видно, что этот масштаб он не сопоставим ни с ангстремом, ни с наманометром, много-много меньше, чем те величины, о которых у нас шла речь до этого. Субтитры создавал DimaTorzok